А внуки знаю, а внуки знаю, как было их страшно, девчонка вчерашней. Музыка должна проникать в душу, пробуждая самые лучшие качества человека, уверен певец Евгений Добров. Вокалист стал победителем в номинации «Эстрадное вокальное исполнительство». На суд жюри он представил песню «Фронтовые подруги». О своей победе говорит более чем скромно. Честно, я считаю, что очень большая заслуга в этом именно и дирижера Духового оркестра Юрия Меркулова, и Александра Яговдек, который аранжировал эту песню. То есть, я думаю, их очень большая заслуга. Поэтому моё дело маленькое исполнить, прочувствовать и исполнить. На сцене ещё один лауреат премии в номинации «Академическое народное вокальное исполнительство» Галина Зольникова. На галоконцерте она исполнила роман с Женьки из оперы «Азори здесь тихие». Естественно, радость, потому что всегда это неожиданно. А тем более, когда твой труд поощряется и замечается таким образом, это очень приятно. Зал затихает, и на сцене появляется оркестр русских народных инструментов. Звучит концерт для балалайки с оркестром «Древнерусский триптих». Автор произведения – белгородский композитор Николай Бирюков. Лауреат премии «Прохоровское поле». Солирует неоднократный победитель международных конкурсов Юрий Фукалов. Юрий – победитель в номинации «Инструментальное исполнительство». Нет лучшего подарка для музыканта, чем признание его творчества, говорит он. Конечно, эмоции переполняют. Я просто желаю конкурсу «Прохоровское поле» расти. Я даже уверен, что на следующий год будут очень сильные музыканты выступать на этом конкурсе. Отметим, конкурс среди профессиональных композиторов и исполнителей «Прохоровское поле» провели впервые. На соискание премии поступило 45 заявок из 15 регионов страны. Обладателями премии стали 6 человек – из Белгорода, Курска и Санкт-Петербурга. Их поздравил губернатор области Евгений Савченко. Позвольте выразить искреннюю признательность всем участникам концерта и авторам за подаренное нам настоящее искусство, за те глубокие живые чувства, которые они пробудили в слушателях своей премии «Прохоровской веры». Выражаю уверен, что музыкальный конкурс, который стартовал на обморочении в рамках премии «Прохоровское поле», обретет счастливую судьбу, станет престижной площадкой для российских музыкальных рингер, для открытия новых талантов и имен. В этот же день наградили лауреатов премии «Прохоровское поле» в области изобразительного искусства. Награда вручается с 2010 года. Свои работы на суд жюри в этот раз представили 187 художников из девяти регионов России. Лучшими стали шесть, в том числе два белгородца – скульптор Анатолий Шишков и живописец Владимир Нестерков. В их адрес тоже звучали теплые слова поздравлений. Пора в Белгороду выходить на поле широкое, на ряду. «Вы не скромничайте. Такие таланты, которые мы слышали, они достойны, чтобы они знали в Москве, чтобы знали в Мениграде, чтобы знали во всей стране». Все лауреаты были отмечены денежной премией в размере 75 тысяч рублей. Ксения Семенова, Олеся Веденеева, Евгений Северинов. К этому часу Белгород.